Я всех приветствую, бродяги, на своем канале. Продолжаем с вами мы, прохождение кровной вражды. И покинули в прошлой серии мы долину черного потока, выпили пивко и двинулись куда-то дальше. Тут что-то какая-то бадья стоит, непонятно, можно умыться, а можно и покупаться, а можно вообще что угодно сделать. Так, мы идем теперь все ближе к нашему сюжетному квесту по очищению глубин Давора или Давора. Дивора, есть такая насекомоподобная бабища в Mortal Kombat. Но у нас не про это. И короче, где-то должна быть, я не знаю, должно быть задание, называется спрятанное сокровищем. Там что-то говорили с краснолюдами, они пошли в эту долину черного потока, и короче, хер его знает. И мы так и не нашли спрятанные сокровища, может быть оно и не должно появляться, это задание. Может мы уже его нашли когда-то, может тут это оно. Че это? Слухи, долетевшие до Габбара, оказались правдой. Лазутчики обнаружили вход в пещеру, перед которым лежали трухлявые бревна. Судя по ним, внутрь некогда вкатили что-то тяжелое. К примеру, нагруженные золотом сундуки. В свою очередь следы лап подсказывали, что в пещерах устроили себе логово чудовища. Ну ладно, пора решать, войти или повернуть обратно. Сказал Гаскон, потирая руки. Главное побыстрее, а то замерзнуть можно. Конечно войти, ты че? Уж если я сюда взобралась, я не вернусь на перевал с пустыми руками. За мной! Королева пошла впереди. В одной руке ее был меч, другой факел. Колеблющееся пламя освещало недра пещеры. На стенах плясали длинные тени. Мэва была уверена, еще мгновение и на нее кто-то набросится. И она не ошиблась. Опа, короткий бой. Ахаха, опять эти шарлей. Понятно. Что могли скрывать забытые недоступные пещеры? Оружие, выкованное в древние века и помеченное магическими рунами? Отшлифованные краснолюдскими ювелирами сапфиры, рубины и допазы? А может слитки золота? Чтобы выяснить это, лирийцы сперва должны были одолеть чудовищ, которые населяли гроты. Убейте бешеного шарлея. Так он еще и бешеный, ебай, его копать. Смотри, короткие бои. Что-то начинаю замечать тенденцию, что когда у нас какой-то сюжетный бой, он всегда короткий. А когда бой не сюжетный и просто показан на карте с крещенными мечами, то он всегда длинный на два раунда полных. Думаю, походу так оно и есть. Я только заметил. Ебай, короче, внимательный. Так, смотри. Окей. Сейчас это будет легко. Сейчас в легкую просто его положу. У нас есть пивко. Все, пивко не меняем ни на что. Пивко это самое главное. Так, тебя не надо, потому что ты пивко все выпьешь. Тут, тут, тут я пока не знаю. Хотя, в принципе, почему бы и нет. Пускай будет, собственно, так. Так, а чё? Я кого угодно могу Райлы просто взять. Да не кричит и свинья. Реально, как бежит, как свинья. Все вместе! Свинота. В пантере. Что только у меня неприязнь к норам, где я полный-полно чудовищ. Я так, из чистого любопытства интересуюсь. Не интересуюсь, ты лучше сиди, помалкивай. У тебя же в колоде тут, в раздаче нету. Так что сиди. У тебя краустерфобия просто после того, как ты в бочке посидел. Поэтому, естественно, ты не любишь всякие норы. Темные места, труднодосупные. Так. А красиво, да, они пещеру оборудовали? Ох ты, ёпта. Шарлей-зверь. В начале каждого третьего хода случайным образом наносите всем вражеским отрядам урон, равной части текущего значения брони Шарлей. А броня 6 единиц. Так не 6, а 8. Какой 6? Вот же 8. А чё? Так надо его сразу как-то снимать. Может, и вальзуром того рубануть? Или чё прикажете делать? Или пока его того, вот так вот. Чем проща, хороша, её спрятать легко. Простить прощой. Четвёрик. Так в начале каждого третьего хода. Он ещё не скоро нанесёт. Я могу ещё даже вот так вот сделать пока. Ещё по Шарлею вальнуть. Накеров много у него. Вот накеров много. Это просто нехорошо. Вообще нехорошо. Вот там надо поджигать, потому что он не берёт из рук. Он берёт из страны колоды. А как он берёт из страны колоды? Ещё один Шарлей. Ты чё, охерел? Иначе надо поджигать надо всех. Короче, надо всех тупо поджигать. В пивко. Сразу пивко. Блин, пивко. Сразу пришёл, присосался до пивка. Только я не успел пивко выложить, сразу собака пришла. Это ты нормальный вообще? Нет? Ты себя как чувствуешь, панталон? Ты, блядь, здесь не для того, чтобы набухаться. Ты тут драться должен. Он пивко пришёл сфаксать. Я тебя вообще, блядь, с колоды выконю, выконю. Просто поменяю тебя на кого-нибудь другого. Пивко он лизать пришёл. У тебя и так стойкий. Эти неуязвимости ударить никто не может. Чувак, какого хера ты подсасываешь моё пивко? Другим дай. Обнаглевшая скотина. О, армария. Отругал он. Он друг, он понимает. Ты его отругал, он умный. И всё, и понял, свернулся калачиками. Пивко больше не трогает. Накеров как-то дохерища совсем. Надо их поджигать напалмом. Сейчас туда вот прям вот кину. Вот туда вот прям захерачу и всё. На. И до свидания. А то чё это вообще такое? Я не понял. Вот. И панталон никого не трогает. Отлично. Ай. Ах ты скотина. Чё творят? Ещё и холодом дунули. А кто холодом дунул? Ледяной тролль, конечно же. Поздравляю. Вот эти все теперь под зоной риска. Понял? Сейчас, короче, я вот так вот сделаю тогда. Накеров немножко сбавлю. Вот этих надо как-то валить. Чё происходит? Откуда столько троллей? Откуда? Жаждущий тролль. Вот это я в пещеру залез. Размещение. Поглотите дружественные отряды. Нанесите вражескому отряду урон. Равный силе поглощенного отряда. А если он сильный поглотит этот чечёт? Нанесёт? Ты чё? Существует множество видов троллей. Однако до сих пор не удалось найти ни одного, который не был бы туп, как ведро гвоздей. А тут так само, и тут так само. Это ледяной тролль, а это жаждущий. Это шарлей, это шарлей. Все шарлей. Шарлей, короче, меня бесит. Они же после каждого... Каждых трёх ходов будут наносить урон. Нормальный причём. Чё будем с этим всем, ребята, делать? Вот сюда давай бахнем. А, я не могу бахнуть, я уж... Бляха, конец хода, сука. Пивко, ты давай пои, пои наших. На тебя вся надежда, Пивко. Ой-ой-ой-ой-ой. Шарлеи просто реально бешеные, ребята. Ты посмотри, что творится. А как они так размножаются? Он из колоды берёт карты, понял? Чё, пиво, ты-то что происходит вообще? Это, бля, чё? Ребята, что это? Как это победить? Как это победить? Как это победить? Хорошо, давай. Я рискую, но давай так. Давай, так, давай, так, поджигай сюда. Обосраться. Смотри, что происходит? Ты просто посмотри на это. Откуда, блядь, стука шарлеи? Как они все? Откуда? Как они с колоды-то набрались? Он читерит. Ему заложить некуда, смотри. А он ещё дует холодом на нас. Ну, сейчас тут задавят просто в хлам. Я тебе говорю, ну, сейчас реально раздавят. Давай этим 12-ком бить. Ебанулся. И чё хочешь теперь, то и делай, понимаешь? Давай хотя бы бить этих тогда шарлеей, потому что ж от них же вся беда. А как? Откуда ты копии призываешь постоянно? Как это так? Откуда ты призываешь копии? Поглощает дружественный отряд. Наносит вражескому отряду урон, равный силе поглощённого отряда. Это я понимаю. Блядь, какого хера призываются такие же жаждущие тролли? В души не ебу. Ну, это читерство какое-то. Смотри, у него всё заполнено, блядь. Я даже не могу у него отнять ничего. Мне тут не хватит просто, чтобы отнять. Остаётся надеяться только на вот эти поджоги. Ну и то, я не знаю, что оно нам даст, не даст. Хорошо, давай пока тогда действовать. Ну, давай уж никак не действовать, у нас конец хода. Ёбать! Это чё такое, блядь? О! Подгорают нормально. Но там шарлей, там шарлей. Вот этого шарлея надо вольнуть. У него 9 брони, и он может нормально у нас отнять. Смотри! А не, пока не смотри. Я поберегу северный ветер, потому что... Потому что нужно, чтобы больше карт были ранены. Хотя у нас, в принципе, все ранены почти. Но я поберегу пока северный ветер. Но всё равно поберегу. Я вот чувствую, что надо поберечь. И поберечь, накопить на жезл бурь. Там что-то они лечатся. Пивко, ты туда что ли лечишь или что? Я не пойму понять, почему это лечится? Этот будет лупашить, естественно. У этих броня начинает повышаться. Как так? Сбивайте им броню, огонь. Пожалуйста, я тебя прошу, сбиваем броню. Блядь, пришёл ещё один. Собака, ты дикая. Как прикажете? Не знаю, пацаны, никак не прикажу уже. Я уже приказываю, уже не знаю, делайте хоть что-нибудь. Можно, конечно, лирию-проводник положить и... А ну, подожди, давай вот так габа сначала выложим. И надо вальнуть кого-нибудь. Так, чтобы сильно вальнуть. Чтобы ранить нормально, ранить. У кого там больше всего брони? У этого больше всего брони, он меня бесит. Отлично. А теперь... Теперь можно же... Подожжённых этих... Подожжённый отряд, подожжённый... Вот сюда, пожалуйста. Вот сюда вальни. Отличняк. Я уже, смотри, перегнал. Какого ты с колоды берёшь? Ты от с руки бери. Какого ты постоянно с колоды карты берёшь? Ты четырюга. Нечестно так играть вообще. Нечестно. Сейчас, блядь, не буду с тобой играть. Сука, чё делать? Как это затащить? О, подожди, у меня пока... Пока по очкам нормально всё, подожди. А ну на. Раним вот этого сейчас, раним вот этих паскуд раним. Отлично. Теперь, смотри, теперь, теперь, смотри. Теперь. Их, бля. Вот теперь... Давай, наверное. Уберём эту метель. Будь она всё проклята. Хорош. А теперь, теперь, теперь... Может нам по очкам до Гаскона положить, слышь? Серьёзно, а чё? Давай Гаскона положим. Просто по очкам выиграем тогда. А какая тут цель? Убейте бешеного Шарлея. А, ну если, типа, убить эту... Тут же ж нету именно бешеного Шарлея. Тут одни Шарлеи. А, бешеный вот, он бешеный вот. То есть, получается... Надо по очкам выиграть, тогда он умрёт. Всё логично. Пивко нормально лечит. А чё пивко? Вот эти пьют пивко и не усиливаются. Почему так? Или они просто прожжёные, на них оно не действует уже. Проспиртованные. Какого хера? А, он спасал, всё, нормально. 90-40. Я боялся, я боялся. Там всё горит, там пылает, там нормально. Сейчас, смотри. Я делаю пока вот так вот. Тотечно, просто точечно. Выборочно. Пару. Блядь, 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 блядь. Закровищница должна быть где-то недалеко. Идём. А, так я уже, даже не используя вот эту бомбу. А, потому что он все карты выложил, понял? Фух. Плотный. Нереально, согласись, плотный был бой. Если бы не пивко. Тут что мне помогло? Тут мне помогло. Жезл, естественно, помог. Пивко, оно постоянно всех усиливало. А, бомбомётчики. Вот эти вот кобели из палы, которые по пять единиц забирают в рядах, которые горят. Ну и, в принципе, то, что я охуенный игрок в гвинт, это, само собой, тоже решило. Исход с режимами. Всё, давай, короче. Забираем наше причитающееся по праву. Как только последнее чудище было повержено, лирийцы принялись искать сокровища. Солдаты разбежались по пещерам, оглядывая каждый уголок. Наконец, кто-то крикнул. Нашёл! Я нашёл сокровище! У стены стояли окованные железом сундуки. Мэва сдула пыль с крышки и с трудом подняла её вверх. Она представляла, как увидит золотые монеты, бриллианты, на худой конец слитки махакамской стали. Вместо этого она увидела тысячи потемневших медяков с дырой посередине. Еба, короче, мы его тебя развели. Можешь каждому солдату такой медяк подарить, они будут туда кое-что вставлять, чего им не хватает на войне. Что это к дьяволу такое? Серьёзно. Какие-то жетоны? Фишечки. Ну да, мы зовём их дырявыми гульденами. Это махаками такие деньги. Мы их за труд и получаем. На них можно добыть чего-нибудь перекусить, пойло купить. А их хуй всунуть. А оружие? Доспехи? Инструменты? Нет. Это мы получаем по распределению от клана. Ох, мать моя, как глупо получилось. Пустую сюда пёрлись. Серьёзно, такой бой нормально могли тупо просрать. Нас могли из всех перебить, эти все шарлеи и тролли. А ты мне какие-то дырявые монеты даёшь. А не получится эти фишки обменять на другие деньги? На темирские арены? Во. Навиградские короны? Так, а мы, а у кого мы обменяем? Тут же ж не банк Вивальди. Вроде как можно, только по очень паршивому курсу. Староста нарочно его занижает, чтобы усложнить жизнь краснолюдам, которые хотели бы уехать из Махакама. Понятно. Прям как Белоруссия какая-то. Так, так что мне делать с этими жетонами? Что же у простых краснолюдов золото не в ходу? Минутку. Так простые краснолюды не имеют дело с золотом? А на что оно им? Всё, что нужно для жизни, они получают от клана. А дополнительную жратву и выпивку можно получить как раз за жетоны. Понятно. Но с людьми вы торгуете за деньги? Золотые монеты? Что же вы с ними делаете? Несём всё в казну. На самом дне у нас там лежат ещё дукаты времён короля Дагриада. Хера, ты знаешь, сколько такие дукаты сейчас могут стоить? Иди разграбь ту казну и купи себе шикарные особнячища, а то я даже сто таких. И ничего на эти богатства не покупаете? Значит, о краснолюдах говорят правду, что вы любите золото и копите его ради удовольствия, как драконы. Ну, мизматы какие-то прям. А вот это как раз чистое враньё. Золото металл, как и любой другой, просто жёлтый. Мы храним его только ради нашей безопасности. Безопасности? Не понимаю. Да всё просто. Тот момент, когда люди начнут нам пакостить, мы всё потратим одним махом. И тогда сразу ценность ваших денежек упадёт. Золото будет стоить дешевле опилок. А ваши банки, экономики... Хренак и ничего от них не останется. Обрушатся, как шахта на истлевших опорах. Ну, чего уставились? С такими соседями, как люди, лучше дуйте на воду. Херасиус. Дальновидные прям планы, ребят. Так что мне делать с этими жетонами? Обменяем. Даже если получим за них немного, и то хоть какая-то выгода. А солдаты требуют жалования. Дайте солдатам по жетону. Пускай поиграются, наиграются, а потом обменяете. Да брось! Солдаты требуют пойла и полного котелка. Деньги это лишь способ всё это достать. И что же ты предлагаешь? Как я уже сказал, на эти жетоны покупаются харчи и выпивка. На все жетоны в этих стундуках можно закатить такой пир, какого Махакам не видывал с тех пор, как Брувер принёс присягу, вступая в должность старосты. Солдаты выпьют, погуляют как следует, да и забудут про жалование. А если пригласите на пиршество местных краснолюдов, то и кланы к вам теплее отнесутся. О, вот то, что кланы к нам теплее отнесутся, это нам на руку. Мы обменяем жетоны на золото. Золото я и так уже столько скопил, у меня его уже хоть жопой жую, уже там реально можно весь лагерь простроить, прооборудовать. А вот устроить пир, это мне кажется и этому понравится, и краснолюды к нам потянутся, и этот Брувер Гоок потом скажет, нихуя вы умные. Ребята, знаете, как потратить наши жетоны, так что и скажут, что я вам войско свое дам, если можете их напоить и устроить нормальный пир. Вот как надо думать, ребят, поэтому давайте реально устраивать пир и не ебать нам мозг. А, Гарри, оно все. О, вот это по-нашему, Гарри, оно все, бухаем. Я считаю своим долгом напомнить, что мы в состоянии войны с другом. Иди в пизду, иди в пизду, иди в пизду. Иди в пизду, иди в пизду. Все, услышал? Должен идти на развитие армии, я все это знаю. Да. Но мы живем один раз, Рейд. Эх, гуляй, разгорнись, душа распахнись, трусы. Габбард, бери эти жетоны и закати на них такой пир, чтобы сам Айбдаги услышал, как мы здесь развлекаемся. Айбдаги, мне нравится, уважаю Мэ, Мэ, красавка, Мэ, вообще, моя королева. Поскольку ни одна корчмань вместила бы всех солдат, праздненство устроили на складах. Расставленные рядами ящики служили столами и стульями, а окна были украшены гирляндами и дельвейсов и сон травы. Когда пехотинцы убедали, как внутрь вкатывают бочки с медом, коньяком и водкой, раздались радостные возгласы и смех, которые уже не утихали до самого утра. Наливай еще, брат лириец! Пусть светит нам звезда счастливая, горит сияй, моя звезда! Так себе, конечно, поешь, но рад, что тебе я хорошо, чувак. Кто б ты ни был, рядовой или старшина, или какой-нибудь там просто хуй с горы, с вилами, рад, что ты гуляешь. И запомни, кто тебя угостил, кто потратил это все, дырявые эти деньги, на вот это пивко, на свечи, на телочек и на все остальное. Запомни и чти свою королеву, и воюй за меня. И будете счастья. О! Получена карта Габар Зигрен Плюс. В смысле? Эта карта добавлена к вашему отряду, ее можно идти к штабе. Дока... Он у меня же уже есть! Еды с выпивкой хватило и для краснолюдов с перевала, которые всю ночь пировали вместе с солдатами Мэл. Глядя, как они вместе играют в карты и травят друг другу байки, тяжело было поверить, что где-то в долинах люди и старшие расы под любым предлогом цепляются друг другу в горло. Да, трудно поверить. Но надо верить хоть во что-то. Так, я не пойму, почему Габара Зигрина к нам добавили в колоду? Когда он и так у нас был там. Это мне интересно. Ну, подожди. Ну. Ну, допустим. Разве его тут у нас нет? А его тут нету, да? В руке его нету, его... А как так? Вернись обратно, что у тебя нету? Теперь есть. Габар Зигрин плюс. Что означает плюс? Он увеличил, короче, свои умения. Понял? Он может теперь сыграть два украшения за раз и нанести пятнашку урона. Пятнашку. Если уничтожите карту, нанесите оставшееся количество урона другому отре. Ну, короче, как всегда. Только тогда наносил 10, сейчас 15. Удар слева, ебать, короче. Он хук прокачал, понял? Тогда все понятно, он обновился. Пивко творит чудеса, я тебе говорю, хлопцы. Пивко творит просто чудеса, мать его. А ну давай, мы там хотели что-то, короче, прокачать себе. Куда мы там хотели качнуть? Лирия Ковалень. Не, точно не Лирию. Гайдуки-дундуки. А кого же я там качнуть хотел? Она, гордовалка. Фуражир, точно не тебя. Лирия Кузнец, военная повозка. Блях, а я и забыл, кого я уже хотел качнуть. Учебный плац. Сейхгаус. Штабы-то, понятно. Столовая, понятно. Странно. А, я хотел прокачаться до адептки из Аретузы. Так, чтобы до нее прокачаться, мне нужно сперва прокачать вот это. Это у меня будет Лирия Кузнец. Сыграйте украшение из вашего сброса и добавьте ему обреченность. А это что, это как? Военная повозка, понятно. А, адептка уже здесь. А, понятно. Все, вот это я хотел прокачать. Просто адептка из Аретузы плюс. Это будет еще лучше. Это будет как наш Габар Зигрен был с плюсиком сейчас. Стал точнее. А, ну давай теперь глянем на это все. Кого там можно создать? Кого там можно... Че, куда? Военная повозка. Копия легкой пехоты. Плюс три справа. Плюс три. Плюс три, короче. Прикинь. Не две, а три. Это круто. Давай одну создадим военную повозку. Вольно рядовой. Нам дали достижение. Эм... Адептка из Аретузы. Ну-ка призывай. Она неуязвимость. Это хорошо. Выберите бронзовый дружственный отряд на поле или в руке и добавьте его копии. Две в вашу колоду. Дружественный. Только дружественный. Создает копии, получается. Прикольно. И Иллирия кузнец. А ты кто? Моя работа создавать что-то из ничего. Вот это круто, конечно. Это как... Как пердеж. Сыграйте украшение из вашего сброса и добавьте ему обреченность. Моя работа создавать что-то из ничего. Красавчик, конечно. Украшение. Что обреченность? Отряд с этим статусом убирается из игры предприняем сброс. И что? Просто как бы украшение создает. Ну, не знаю. Вот как бы адептка я бы немножко бы даже сыграл. 148-150 почти под завязку. Хорошо. Может тут кого-то убрать пока, слышь? Подсос этот подсасыватель. Подсасыватель. В принципе, в принципе. Можно убрать одного прачника, как мне кажется. У нас их трое как-то слишком много. А жрут они поскольку, они жрут по пять. Мне как бы и так. У меня сильные карты, мне хватает вообще. Может собаку не. Собака пока исправился, пивко не пьет, поэтому убирать не буду. Тем более, он как бы играется, когда у нас действует золотая карта. Он сразу попадает на поле и, короче, по очкам нам помогает. Еще и стойкий. Так что собака пускай остается. Ладно. Давайте пока так. Не будем сильно там тасовать нашу колоду. Сильно что-то менять. Пока мне наш расклад устраивает. Просто карты разложены просто не в киоске и все хорошо. Главное, что нас все устраивает. Главное, что мы тащим. Главное, что мы побеждаем. Боем у нас пока тяжелых нет. Как бы они есть, но они нам не тяжелы. Мы их быстро всех побеждаем. Так, а нам получается... А, тут арочка. Ага, я понял. Думал, что это какой-то мост, типа. А тут можно вот так вот войти. И что это за территорией, куда я иду? Золотой сток. Типа какое-то поселение, но жилое. Тут вроде как все в порядке. Шахты какие-то. Рапорт. Королева. В этом здании находится банк клана Зигринов. Вот тут можно было обменивать дырявые монеты на золото. Но я уже пробухал все. Казир говорит, что если положить сейчас какую-то сумму на депозит, то через несколько месяцев можно будет забрать в три раза больше. Звучит заманчиво. Может, хотите сделать вклад? А, ну подожди. Не упущу такой возможности. Внесем солидную сумму. Минус две пятьсот. Да, но небольшой. Не хочу, чтобы меня провели. Минус пятьсот. Банкирам я доверяю еще меньше, чем нирвгарцам. Едем дальше. Давай две пятьсот сюда харкнем, потому что, смотри, у меня реально много золота. Если еще будет еще даже больше, в три раза больше, это прикинь, сколько будет. Математика. Кто-то посчитайте быстро, я не знаю. Будет много. Только когда мы сюда вернемся, не знаю, может быть, это нам как-то само отсыпется здесь, или кто-то нам придет и скажет, вот тебе золото, пожалуйста, ты вклал, я тебе тоже отсыпаю сейчас. А может, и нас и наебали, не знаю. Короче, посмотрим. Время покажет, еще три месяца должно пройти. Так, тут головоломочка у нас будет, тут у нас что-то интересное место, тут тоже интересное место, там пока неизвестно что. Тут скоро, напоминаю, у нас сюжет. Ладно. Понятно, давайте посмотрим, что у нас тут творится во дворе. Базар какой-то, рынок. Здорово. Нам бы под гору карбон в тепло, а землю выделили вдали. Кто-то трегает. Ходит. Проклятие долины черного потока снято. Да еще и людской бабой. Еще и людской бабой. С таким восхищением, сказал просто. Проклятие долины черного потока снято. Да еще и людской бабой. Это прям, знаешь, можно даже вот так вот скандировать. Проклятие долины черного потока снято. Да еще и людской бабой. Ух, бабой. Конечно, бабой. Баба такая людская, тебе только завидуется, во снах снится. В кодексе Штейгера ясно написано, если в шахте стучит, то горняк молчит. Стал бы я только гуздок земле примерзла. Что ж ты? Попроси товарищи новочек взять и отскребить тебя от земли вместе с гуздом. Здравствуйте, а что у вас происходит? Проезжая мимо золотоносной шахты, Мэва заметила, что у входа в шур толпятся горняки. Судя по инею, осевшему на их усах и бородах, было ясно, что они торчат здесь уже довольно долго. Королева подозвала Габбара и велела ему выяснить, что происходит. Тот вернулся через минуту и оповестил. Ждут, покуда перестанет стучать. Видя выражение на лице Мэвы, Габбар дал дополнительные разъяснения. Согласно нашим законам, нельзя входить в шахту, если изнутри раздается стук. Мы обязаны ждать, пока шум не утихнет. Ах да, у наших горняков тоже есть подобный предрассудок, ставил Рейнард. Говорят, что стук исходит от хозяина горы, духа шахты. При всем уважении, ваши горняки полудурки, сказал Габбар, потрепав Рейнарда по плечу. Стук говорит о том, что скоро наступит внезапный разряд энергии потенциального напряжения скал. Ну, в смысле порода обрушится. Да только это дело обычно решается за день-два, а они ждут уже две недели. Штейгер уже беспокоится. Он бы и послал кого-то вниз проверить, что делается, да только нам кодекс так делать не велит. А мне и велит. Давай я пойду. Если этим я добьюсь благосклонности твоих побратимов, вздохнула королева, слезая с коня. Так тому и быть. Проверю, что там происходит. Коридоры были слишком узкие, чтобы вместить целую армию. Поэтому Мэва вошла в шахту во главе небольшого отряда с горняцким фонариком в руке и сердцем в пятках. Ритмичный стук, искаженный и многократно усиленный эхом, вызывал тревогу. Вскоре солдаты достигли места, откуда доносился стук. Габар приложил ухо к камню, с минуту прислушивался в молчании, после чего ударил со всей силы в стену. Та с грохотом рухнула, открыв проход в коридор, из которого высыпали враги. Вот так вот, Габар, молочина. Ты нас спалил. О, это что, это Эли или кто это? В нёдрах земли. В полумраке, окутавшем заброшенную шахту, нельзя было понять, с кем сражались лирийцы. Видно было только, что это люди. Или нечто, что может принимать их облик и подражать их голосу. Когда Мэва увидела, что её меч слишком длинный для боя, в тесном коридоре она бросила его на землю и достала кинжал. Это не эльф, это человек просто какой-то иссохший. Чё это такое? Короткий бой. Интересно, кто там живёт в этой шахте? Откуда там людям взяться, реально? Там же ж краснолюды только одни в Махакаме живут. Кто вы? О, как у нас прям всё интересно здесь. Так, а ну подожди. Да ну вы заеб... О, это уже хорошо. В принципе, в принципе. О! А кого она может копии создать? Она может создать двух чёрных райл? Это же будет вообще капец. А давайте посмотрим, что она может. Это прям интересно. Хорошо. Ох, какие черепа. Тёмный силуэт, солдат. Чё это такое? Хуёбальды, кобальды. Ты видел, сколько он отнял урона у моего Гесса-арбалетчика? Он одного арбалетчика сразу семёрик отнял и убил. Кто ты? Семь единиц урона вражескому отряду. Если уничтожить его, усилььте эту карту на три единицы. Вот она и усилилась. Ты ещё что за чёрт? А реально, реально, чё это такое за мракобесие творится в коснолюдских шахтах? Кто вы? Тёмные силуэты. Эээ, бронзовый. А, почти, бронзовый отряд. А это золотой, да? А ты бронзовый? Как вас предотвечать? Бронзовый, золотой. Ты кто? Золото, походу, вот это вот, походу, золото, да? А прикинь, тут ещё иллюстраторов показывают, кто это рисовал. Графит-студио. А тут... Богна Гаврёньска какая-то рисовала. Графит-студио. Анна Плодедворна. Ничего себе, короче. Подруги одни рисуют. Богна Гаврёньска. А кто пивко рисовал? Явно мужик рисовал пивко. Не мужик. Ну, девушки тоже любят пивко, на самом деле. Все, а кто его не любит вообще? Пивко это уникальный напиток. Так, ладно, давай, короче, думать. Нам надо понять, что это за тварь, и почему они так сразу всех уничтожают здесь. Давай хотя бы ему урон нанесём какой-нибудь. А то чё это такое? Хотя бы так пока. А кто бронзовый у нас здесь? Ой, так, ладно, давайте думать, давайте думать, давайте думать, давайте тогда сразу, наверное, мы выложим... Пивко. Чтобы оно усиливало. И собака сюда прибежал. Блядь, там где пивко, там и ты. Но если ты сейчас, паскуда, будешь его пить, я тебя выгоню, я тебе говорил. А хотя кто его ещё будет пить, если не собака? Ну, естественно, потому что мало всех арбалетчик хоть бы один глоток сделал. Хоть бы один глоток пивка сделал. Тебя же убили теперь. Они разговаривают? То есть это не призраки? Это кто? Пацаны, вы кто? Ещё там у них все такие тёмные силуэты. Они ещё каждый будет по 7 урона наносить. Но собаку всяко они не убьют. Собака неуязвимый. Тогда нам надо, предлагаю, кидать в них... Ты что творишь? Не тряси это! Бомбы. Что нам ещё остаётся? Собака, зачем ты пьёшь пивко? И у них пивко! Пивко против пивка. Ты такое видел? Я ещё такого не видел. У них тоже пивас. А ну погодь. Допустим, допустим, я... А ещё раз. Сюда кида ней, хорош. Во, повышай этих! Собаку не повышай, собаке оно не до пизды. Кто меня схватил? О, прошу прощения, мэма. Я думал, это Рейнард. А, хотел Рейнарда схватить. А схватил мэва, а там не за что было схватить. И понял, что... Хе-хе-хе, немножко спалился пидорок. Они ж с Рейнардом, я давно говорил, замечал за ними, что за одним столом сидят в картишке, режутся, а теперь по этим, по тёмным пещерам один одного хватают. Красавчики. Думали, я не узнаю? Под носом у королевы такое пидоростию разводить. Так, а ну подожди, давай... Только не бейте её, пацаны, не бейте. Дайте хоть ей ударить. Пивко усиливай Райлу. А чё она уже никого не бьёт, это создание? Изначальную копию создаёт уже. Этот наносил тёмный силуэт урон, а этот создаёт изначальную копию отряда. В начале каждого хода сделайте силу этого отряда с равной силе слабейшего смежного отряда. Если смежных отрядов нет, уничтожьте эту карту. Ебать, как всё сложно. Но я одно легко... Знаешь, что одно легко? Что вот этот гром Альзура, если ебанёт, то уничтожит... Ну, не уничтожит, но нормально заберёт урона. Да, видишь? Это легко. Смотри, три восьмёрки. А, нет, уже не три восьмёрки. Четыре-четыре. Четыре-четыре! А ты кто? А это тот, который был на этом. На обложке задания. Если значение силы этого отряда уменьшается до четырёх единиц, затасуйте его в вашу колоду. То есть, типа, он идёт в колоду. Его надо сразу валить. Не давать ему уменьшиться до четырёх. Шесть-шесть, четыре-четыре. Я смотри, я могу, короче... Я могу сейчас уничтожить... Вот так вот сделать. Так. Я, в принципе... Я могу, короче, вот так вот сделать сразу. Не бойтесь, задачу выбрать. Раз, два. А кого тут можно? Кого тут целесообразно? Смотри, пять. У него пятна... А, пятнадцать! Габар Зигрин может, короче, вальнуть. Он же ж теперь не десятку. Я забыл, я думал, он десять единиц его наносит. И у того останется пять. А он теперь пятнашку после попойки наносит. Он посильнел, понял? Сразу на передовую. И вали вот этого хуя к чертям. Нахер он тут всрался? Все. Теперь, теперь, теперь. Еще потратим. А ну, кто тут... Они все раненые, короче, понятно. Давай, 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 давай. Ну, тогда остается единственное... Только взять... Ну, вот, тебя взять, например. Мой любимый цветок... Сюда вальнуть. Так вот просто розочку ему сделать. А что теперь, если я вот адептку выложу, да? И как она действует? А, бронзовую карту, подожди. Бронзовую карту она выбирает из тех, которые находятся у меня сейчас вот тут на поле, да? И создает копию в колоду. О, так это отлично. О, на, пожалуйста. И теперь тут получается у меня... А, это читерство! А теперь я могу... А теперь, понятно, я могу, короче, в следующем ходе... Вывести Рейнарда Ода. Усилить черную Райлу. Черной Райлой собрать с колоды... Кобелей из палы. И по 5 единиц нанести еще раз. Адептка крутая карта, на самом деле. Надо ее... Я когда-то ее ненавидел, но ненавидел тогда, когда она была за врага. А еще за меня это... Подарок судьбы. Дай пока королевский указ и... Укажите мне цель. Указал, ну вот, пожалуйста. Два. От села и дожнила не каждому быть живу. Надо как-то темный силуэт сразу вальнуть. Чтобы он не сбежал, понимаешь? А кто же это такие? Но в конце же, наверное, узнается. Восьмерка, подожди, сейчас надо подумать. Она усиливает... Пивко усиливает. Пивко все пьют, а почему? Мы победили? Я ничего не вижу. Победили, внесы. Почему пивко тут все пьют, а у меня только по два пьют? Еще и собака. Слизует языком. А ну! Четыре единицы урона всем раненым и два единицы урона не раненым, да? Не, вообще, давай вот так вот сперва. Ее величество исключительно. Исключительно? Какой ты влюбленный сукин сын. Ты за ей боем следи лучше. Исключительно. Так, а ну-ка, на-ка. Поплясать хочешь? Поплясать, поплясать. Так. А ну, давай проверим, знаешь, все-таки. Давай проверим. Затасуется он в колоду или не затасуется? Как это вообще действует? Вот, например, двушка. А, затасовался, видишь, затасовался. То есть все равно он как бы с поля убрался. Может не погиб, но он затасовался. И потом... А, так он потом может как-то... Он его выложит с колоды? Или он выкладывает только то, что здесь? Или как-то он потом снова его призывает? Вот это мне не понятен момент. Ну ладно, ничего страшного. Разберем сейчас. Сейчас все будет ясно. Собака хлещет пивко наравне с Дигарином. Охереть. Да-ка, пацаны, это вам не поможет уже. Можете прощаться с жизнью. На. На. Охереть. Просто охереть. Смотри. И осталось одно стойкое пивко. Все, давайте. До свидания. А что, кого мне бить? Мне бить больше некого. Пас. Стойте! Стойте! Устаем. А кто это такой вообще? Кто вы такие? Я думал, это призраки какие-то. Что это? Обе стороны были обескуражены. Сражались при слабом свете факелов почти на четвереньках. Наконец, королева все же одержала победу. А как только убрала меч в ножны, то задала пленным вопрос, который был на уме у каждого из ее отрядов. Кто вы, черт побери, такие? Умененные недоверчиво переглянулись, будто увидали перед собой духа. Наконец, один из них с трудом произнес. Ваше величие. Мы... Мы ваши подданные? Мэва сразу же узнала акцент. Мужчина был родом из Ривии. Но что он делал здесь, так далеко от дома? Серьезно, это наши? Пленный сообщил, что с приходом нильгарцев в королевстве воцарилась страшная нищета. В поисках возможностей заработать, отчаявшиеся жители отправились в горы Махакама, пробивая самодельные копанки в поисках ценных труд. Не спрашивая разрешения у краснолюдов. Вы же знаете, ваше величество. Объяснял пойманный ревиец. Что они истерегут свои сокровища, как зенит злобра, а чужая беда их не касается. Знают, что мы там внизу голодаем. И ничего, даже пальцем не пошевелят. К сожалению, ревийцы слишком близко подошли к уже существовавшим проходам. А когда Габар обрушил отделявшую их стену, те были уверены, что на них напали какие-то чудовища, поэтому сами схватились за оружие. Мэва, дело трудное, я понимаю, сказал Габар. Но не будем морочить себе голову. Эти люди нас обокрали, и их нужно отдать в руки Махакамской страже. А что потом? Каторжные работы или сразу эшафот? Обычно спокойный Рейнорд дрогнул и повысил голос. Это ваши подданные, королева. Они протянули руку к чужому добру, это правда. Но только потому, что их на это вынудила бедность. Ух ты, бляха. Позволить ревийцам уйти, отдать ревийцам в руки краснолюдов. Если я позволю ему идти, на меня обидится Габар. Доложит об этом, естественно, бруверу Гуогу. Брувер Гуог скажет, пошла нахуй, Мэва, я не буду тебе помогать, не дам тебе армию. Но моя, типа, братья мои ревийцы, они будут за меня, они скажут, что я достойная королева и все такое. Не предаю своих, понимаю бедность. С другой стороны, отдать ревийцам в руки краснолюдов. Я тогда, получается, что? Я тогда заслужу доверие краснолюдов. И, в принципе, я сейчас живу в Махакаме, ну не живу, а путешествую здесь. То есть я должна, как бы, как королева, понимая свои обычаи, понимать и чужие обычаи. То есть у них тут свои. И, как правитель, я, типа, понимаю это все и, как бы, должна следовать вот этому вот всему. Да? Можно так сказать. И, к тому же, к тому же, бедность не бедность, но тех же бандитов делает бандитами бедность. Они потом убивают, насилуют и все такое. Тут не бандиты, тут просто шахтеры какие-то, что-то пытались краснолюдов горбануть. Думали, никому не повредят. Но я не знаю, как тут лучше поступить. Это серьезно, очень сложный выбор. Но это мои, типа, подданные, да? А может, реально их там не повесят и помилуют? Может, я смогу слово за них замолвить? Если я их сдам, они потом против меня... Ну, они не ополчатся, потому что это какая-то горстка людей, знаешь, даже если они и ополчатся, они ничего не смогут добиться. Если я, например, с армией краснолюдов спасу потом Ривию от вторжения Нильфгарда, я приведу армию краснолюдов и спасу, и скажу, что без этой армии ничего бы не получилось. А чтобы эту армию завоевать, мне нужно было идти на жертвы, как вот, например, вот это. Поэтому я тут больше склоняюсь к тому, что надо... Мы сейчас ходим по тонкому вот такому вот волосу, и не надо расшатывать его. Доверие краснолюдов надо завоевывать, если мы хотим получить их войско. Поэтому пожертвовать парочкой ривийцев, да, это мои подданные, но я же не учил никого, блядь, грабить чужие страны и настраивать против нас потом, махакам. Поэтому, ребята, вы сами знали, на что шли, и как бы... Звиняйте. Вот если бы краснолюды спустились с гор в Ривию и стали бы грабить мои земли, произнесла королева в глубокой задумчивости. Я бы хотела судить их по своему разумению. Нравится мне это или нет? У брувера Гуога тоже есть такое право. Госпожа, вы же наша королева. Вы присягали нас защищать. Я и защищаю, дурак, блядь. Она пастысти, разумеется, но не от кары, которая полагается вам по справедливости. Мэва с тяжелым сердцем отдала ревийцев в руки махакамской стражи. А что с ними потом стало, я в точности не знаю, да только их больше никто не видел. Ну и хорошо, и ладно. Но там, блядь, солдаты расстроились. Теперь треугольник покраснел и обвис. Вон, смотри, пожалуйста, вот. А того не понимают, что я это делаю ради того, чтобы нам дали армию, чтобы нам доверяли здесь. Быть королевой, это, блядь, не просто менять постоянно белье золотое на серебряное украшения всякие менять. Это, блядь, принимать решения сложные. Вам, нищебродам, таким воякам этого не понять. Ну, ребят, еще по одной и за работу. Ну, ребят, еще по одной и за работу. Ай, никто по одной пить тут не будет, тут все грустные. Вот так вот пои их, корми, устраивай шикарные пиры. Только что-то не то сделай, все уже ноют, уже, блядь, красные все. Ну и все. Не нравится, не нравится, и сидите-то. Что происходит? Мэва услышала за спиной нарастающий топот. Это был Рейнард. Он летел, сломя голову, подгоняя шпорами взмыленного коня. Госпожа, я принес недобрые вещи. Так ты ж тут только что был, куда ты уже уебал? Ты же рядом ходил. Еще бы. С добрыми вестями никогда так не торопятся. Наши разведчики поймали Нильгардского посла. Он путешествовал переодетым, под покровом ночи. Когда он понял, что попался, то попытался уничтожить письма. Но часть депеш удалось спасти, по крайней мере, частично. Есть в них что-нибудь интересное? Боюсь, да, госпожа. Послушайте только. Мы согласны на твое предложение. Проведи Мэву вместе с отрядом в указанное место, где мы будем ждать. Награда согласна прежним договоренностям. Хайль Херзаер. Изменник? Что ж, этого можно было ожидать. Нильгард уже показал, что играет не по правилам. Если они не могут победить меня в чистом поле, в открытой битве, они ищут другой способ. Полагаю, на конверте не было имени-адресата? Нет, госпожа. Вы допросили пленника? Разумеется, госпожа. К сожалению, он не знает, кому было адресовано это сообщение. Он должен был лишь оставить его в условленном тайнике. Как я понимаю, новость об этом скандале уже разошлась по всему отряду? Да, Ваше Величество. Было слишком много свидетелей, чтобы сохранить все секреты. В таком случае стоит допустить, что их агент уже все знает. Значит, скорее всего, он не придет за посланием. Тупик. Есть у нас еще доказательства? Я опасаюсь, что нет, Ваше Величество. И единственное, что нам остается, сохранять бдительность. И осторожнее выбирать знакомых. И кто это может быть интересным? Хорошо. Будем держать ухо востро. В особенности ты, Реймер. А может это ты? Хотя не, он самый такой верный. Может это кобелиный князь, он же ж хитрый. Так точно, госпожа. Ну, слишком очевидно было бы. Может этот гном, которого мы недавно нашли, Барнаба Бекенбауэра? О, сисястая баба! Хе-хе-хе-хе-хе! Сейчас, короче, повышу себе. Все, отлично. Идем, повышаем и выключаем. Все, короче, серию на этом надо заканчивать. Трогай сисечку, смокчи и уходи. Все, опа. Смотри, опа. Опа. Треугольник стал ромбиком. Тут у нас тупик, я смотрю, да, или что это? Рапорт. Ваше Величество, в этом доме что-то живет. Мы видели красные глаза и слышали рык. Может, бестия что-то стережет, это стоило бы проверить. Там хватит места для пары-тройки смельчаков, но они могут уже не вернуться. Так уж бывает, на войне пошли людей внутрь. Минус три людя, плюс двести золота, плюс одна кусочек карты. Если бы у нас был Эйк из Денесли, прикинь, до сих пор еще должен был жить Эйк. Мы его сразу просрали, короче, в первом же непринятом нами каким-то там решении, что он не согласился, стал недоволен и ушел. Довольно будет одного смельчака Эйка. Угу, конечно. Забудьте в путь. О, испорченный Эль. А что там, кстати, эта карта делала? А тут что? Рапорты. Перехваченное письмо. А, это то, что нам читал этот Ода. Испорченный Эль. Так это какое-то хуевое пивко. Это холодное было у нас пивко, а это хуевое пивко. А где оно? Бля, где хуевое пивко? А, о, хуевое пивко. Фу, да ну нахер, я такое даже брать не буду. И мухи на нем, смотри, зеленые пасутся. Разве пиво бывает зеленым? Вот именно, пиво бывает зеленым, это смесь какая-то. Отметьте отряд и усильте его на 10 единиц. После трех ходов в начале хода уничтожьте его вместе с этой картой. Типа сначала усилить, а потом уничтожить. Да ну. Пизду это пивко. Серьезно, это ставить его на поле и себя не уважать. Ты посмотри, какое оно некрасивое. Посмотри. То ли дело вот это пивко. Это же другое, это же совсем другой разговор, ребята. Поэтому зачем нам зеленое, когда у нас есть натуральное, хорошее, свежее, холодное всегда. Все, давайте на этом серии заканчивать. Хотя там уже по ходу в следующее мы будем подбираться к глубинам Довора. Посмотрим, что у нас там ожидает. Пока что оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Удачи всем, берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!